Да достала ты со своими кликбейтными названиями, да купи себе уже хоть что-нибудь, да попроси Диму купить, да у тебя даже бабок нету Спасибо большое за поддержку, ребят Давайте сейчас по сухим фактам, типа вот когда вы делаете серьезную для себя покупку за серьезные деньги Вы же не кидаетесь на первого там продавца в магазе каком-то первопопавшемся и не говорите ему Слушай, дай мне вот это я покупаю прям в моменте, просто мне не важно, я закрытыми газами покупаю Вы же так не делаете, все-таки тачка за миллион рублей, ну типа она и каких-то денег стоит И это вторая моя машина, извините, мисс Кузи в жизни И мне реально нужно было подумать, проанализировать, посмотреть объявления И при том, при всем, те, кто сидят, допустим, в Синдере знают, что очень часто фотка как бы в интернете отличается от настоящего человека в жизни Когда я увидела фото Саймона, он мне сразу понравился, и я решила свайпнуть вправо То же самое с этими долбанными кайенными экспертемами, экспертемами в последних роликах Типа я смотрю на объявление и вижу нормальная тачка, приезжаю полная, ну либо какой-то, либо мне просто сама машина по своему духу не нравится Ну вы же должны меня понять, а меня зато может меня понять, вы просто начинали меня хейтить И мне от этого жутко обидно, значит я прихожу к вам за советом, а вместо того, чтобы мне там дать реальный совет, вы меня, блин, просто закапываете Реально берете лопату и закапываете, ну зачем вы так делаете? Не расстраивайте Ангелину, поставьте лайк или что она там от вас хочет, ей будет приятно Короче я выдыхаю и я могу сказать, что я наконец-таки определилась той моделью, которую я хочу купить И эта тачка, модель которой начинается на букву G, заканчивается на класс Я выбираю себе Гелендваген и прямо сейчас вы увидите кадры, как Кирилл с Колей смотрят эту тачку без меня Потому что я приехала уже, наконец, смотри, но сейчас, видимо, будет самая ваша длинная часть про техничку Так что смотрите, будет интересно Добрый день Вы как им, давно владеете? Вот, я покупал баз для восстановления, но сейчас дача, стройматериалы все подорожало, сами понимаете Что успели сделать, что-нибудь успели? Движок я менял Движок менял, вот два кресла поставил Ага Ну там, ребята, смотри Движок на такой же или что-то другое? Вы по кузову что-нибудь делали? Так и взяли А где купили его? Так же по объявлению? По объявлению купил Вы не против, если фотографии какие-то будут делать, там, по салону? Конечно Как думаете, для девушек нормально оборачиваться? Пусть мне чуть-чуть, когда-нибудь не смотри Чего? Ну тут надо Провозиться с ними Скажу, что вот здесь вот есть интересные цифры Ну, как всегда Опа То есть он нам прокидывается Ну, вообще, они гелики-жевалки Его перевернуть, ну, много ума не надо Проем тоже весь ремонт Двери, соответственно, менее Что? У него нет колонки? Куда она пропала? Как такое, в общем, возможно? А музыку как слушать? Он ставит щетку, потому что нет упора? Вы серьезно? Мне нужно будет каждый раз ставить эту щетку, чтобы открыть капот? Номер рамы читается Ну, он ржавенький, старенький, но читается Как тебе салон вообще-то? Оригинал такой был? Нет, конечно Что-то уже 10 раз переделан Вообще, жесть А смотри потолок, видишь? В этот люк течет, видишь? Это от люка так Ну, вот это светит еще Вообще Натас Вроде только солнце светило Вообще, просто посмотрите, какой дождь Просто невеальный Ну, а это криминал или это упражнение? Это вложение С фото С фото С фото, мы, конечно, это вперед будем Вот даже если на раму смотреть Ну, вот там арматура наварена на раме То есть здесь самое основное уже затронули Арматура на раме, а где? Вселенные чашки Они, получается, сгнили Да, это переварено, поддались И их восстанавливали Давай Спереди норм Ну, да Сюда арматура не приварена Просто жесть Он мог сгнить И что было в гараже? Нет, ну это как бы Это жесть или это лог? Я не скажу, что это лог Потому что инспектор может придраться Ну, надо будет просто сейчас Это к раме приделана? Я не знаю, это часть подвески Или это рама? То есть это, типа, подвеску заменить этого не будет? Или это кусок рамы? Нет, смотри, тут к этой площадке крепится амортизатор Ну, то есть ты никуда от этого не денешься Да, ну это рама Ремонтные вставки вот эти покупать Вот эти площадки и то, если они есть по каталогу А если их нету Это получается, если они идут с рамой, это замена рамой Ну, кто ее будет менять на таком гелике? Никто и никогда То есть делали из того, что было Видишь, он тоже уже тут Вот в таких, в основных местах, видишь, уже сквозные дырочки Вот А, понятно Да, ну и вот здесь фартуки вот эти тоже все гнилое Все-таки я думаю, что по морде ему прилетало Потому что, ну, вот это вот с обоих сторон гнутые Загибы? Да, загибы, заломы с двух сторон фартуков не просто так Ни с чем не сравнить в гелике с мучом А вы сами пробовали полный привод? Подключали? Я ничего не пробовал 160 я разгонялся, дальше я боюсь Ну да, его конструкция Или что, или начинает ходить? Нет, он ходить не начинает Он просто что-то себе не так уверенно чувствует Чувствуешь, как на легковой На легковой вроде-то и посадка ниже Как стрела А здесь все-таки ветер сопротивления идет Такой, будь здоров Ну честно, ребята Надо не с этого начинать Вот у нас клиентка слева Это вашим стоит миллион? Серьезно? Тебе нравится? Ну я сейчас записывала аудио сообщение Подруге На моменте, когда вы въехали в поворот У меня челюсть подвесила Я не знаю, почему на меня гелик такое впечатление производит Я вчера получаю ссылочку Я говорю Мишель, пиши срочно Хотим посмотреть прям сегодня А вчера было держание У Гусы Инга Санова И я там Ну, немного пила И поэтому я сейчас в таком состоянии Типа И просто просила Колю и Кирилла Приехать, чтобы они посмотрели тачку Я очень надеюсь Я реально сейчас очень надеюсь Что с ней все хорошо Здравствуйте, Ингелина Здрасте Константин У вас такая прям крепкая рука Что с геликом рассказываешь? Крашено все Как всегда Нет Вот это правый край Где фары полированы Магазы практически весь подкрашиваются А фары полировались? Правая сторона Крыша Проем Все тоже деланное Ремонтное По передней части Где фартук снизу Где колесо идет Такое чувство Что там заминались Вот эти фартуки Ну, в общем, где-то Как будто ткнули его Сейчас покажу Он когда-то выглядел по-другому Тут фара Тут фара В общем, маньяк какой-то По свету был Офигеть То есть это реально был он? Но это было еще до вас Как я понимаю, да? Это коллега мой А где победит? Вон там продавец А, это было, что вы продавец? Немножко неловко Уп! Несостыковочка Короче, мне нужно сейчас у Кирилла Спросить основное Эта тачка, она на ходу И она будет ехать? Там ничего критичного нету Ты, Кирилл, сколько тачек посмотрел? Я уже просто сама Настолько от поисков Задолбалась Что и люди Которые меня смотрят Уже там некоторые Хейтят за то, что я долго смотрю Но извините Эта тачка сама по себе надежная же Она реально надежная Она не Каен Она там не разваливается И военная Отличный ресурс Это ваш Сколько его осталось Ну, типа, он же тоже не новый Каен Это шестой-седьмой год Это девяносто восьмой Там рама На которую арматуру Знаешь, что это арматура? Палки Палки А, ну вот отсюда Вот, видишь? Вот это Это вот эти арматуры, из которых строят дома А, на которых ты, если наполнишь что-то, там тих поймаешь? Да, да Офигеть То есть, эта рама Самодела В том, где в месяц сгнила И они просто арматуру наварились Сейчас-то не хочется самоделом иметь, конечно, дело Просто мне привлекло в нем то, что это джип и зон И типа, он более мощный В той тачке Ну, валит он нормально В той тачке А вот ты и проехался нормально, да? Газ палас он делал? Ну, то есть, эмоции от этой машины И от той, которая была с кошками От этой гораздо больше Очень многие ребята пишут Ребят, что вы хотите за лям? Как бы за лям просто найти живой вариант Который реально на четырех колесах едет Я соглашусь Поэтому тут надо либо брать, либо не брать Но я думаю, что этот надо брать Блин, что? Я сейчас как бы буду сама в первый раз тачку покупать А как это вообще делается? То есть, ты готова ее забирать? Ну, я готова задаток сама оставить, чтобы он ее не сдавал Мы там посовещались и пришли к выводу, что я, скорее всего, буду брать эту машину Хорошо И можно с вами поговорить со задаток, чтобы я вам сейчас ее оставила и... Стоп Ты не так выходи Вы ее никому... У нас просто была уже история, когда мы... Нет, 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 что вы Ну, если вы будете брать, я верю в нашу Я же человек 90 Алло, кабан, перезвони Раньше просто были по рукам Давайте ударим по рукам тогда Все хорошо Телефон мой есть у вас? Да Так соберетесь и скажите замужевание Окей, хорошо Всего доброго До свидания Спасибо большое Но это было жестко Вот это сейчас образцово-показательный владелец Генетвагена был Вот я его четко так представляла Я хотела с вами поговорить на тему цены А миллион сто это конечная цена? Ну, я полтинник еще скинул Потому что диск там вообще Ну, миллион пятьдесят, я думаю, у меня мои подписчики пятьдесят тысяч простят Ну, как бы такая Снимаю, вы у них Да, хорошо Спасибо Всего доброго До свидания До свидания Блин, настолько приятный мужчина Короче, ребят По результату этого осмотра Я поняла, что я хочу эту машину Вот гелик меня реально Я не побоюсь этого слова Он меня реально возбуждает Я всегда смеялась над владельцами геликов Что их такое количество И такое количество в Москве Как будто какой-то конвейер Прям вот в Москве стоит И производит этот гелик И раздает это за углом А теперь я стала частью этой истории И это даже, ну, какая-то ирония судьбы Это прикольно После BMW M5 Пересесть на пятисотый гелик Я вижу тот фронт работ Который мне предстоит сделать И у меня не опускаются руки А наоборот, я понимаю, что Я хочу оживить эту машину Сейчас она в состоянии Абсолютно сыром Вот эта сырник Который лежит И ждет, пока его запекут Потому что машина абсолютно Ну, не готовая К тому, чтобы выезжать нормально на дорогу А я считаю своим долгом Его поставить на ноги Еще один важный момент, ребят Я уже сказала, что я куплю тачку за миллион И для меня критически важно было Прям принципиально Сдержать это свое слово И купить машину за миллион А не миллион триста, четыреста Как я смотрела И я понимала, что я ни в какую Не смогу торговать их до ляма Эта тачка стоит лям И типа, что сейчас за лям вообще можно купить? Вот, мы спросили у таксиста Эта тачка стоит семьсот пятьдесят тысяч Восьмсот даже И причем она не новая Она там, ну, новая будет стоить там Миллион триста, четыреста Вы представляете вообще? А ты в курсе, что ты согласилась на покупку автомобиля, в котором ты даже не сидела? Вот есть такой косяк, да Я даже это здравие не делала Ты же не была даже внутри, ты не видела А я не знаю, как-то вот тебе, Кирилл, доверяю Ну типа, ну что, покатайся, сказал, что Коля такой, там такая тяга Вот мы там сидели в этом гелике, который дизельный был Там вообще, типа, ну она просто И завораживает ее история А эта тачка, она прям поднимается такая, как на козлах Такая еле Я такого не говорил, такого не было Ладно, тщ-щ-щ, говорил Я читала твои глаза Ну что ты от меня хочешь? Ну да, я забыла распечатать договорку по продажу Это не значит, что я блондинка Я просто очень переживаю, волнуюсь Это вообще моя первая сделка на тачку официальная Так что пойдем сейчас распечатывать вот сюда Сейчас мы находимся в ГАИ, чтобы установить тачку на учет А где бабки? В твоей машине Я взяла сумку, которая не закрывается на молнию И для меня все это время Вот я ехала в такси, там еще куда-то заезжала, отменивала деньги Я все это время ездила с открытой сумкой И вот так его держала, потому что, ну, такие деньги я обычно с собой не ношу Здравствуйте, мы хотим сделать распечатку ДКП Можно у вас? Как хорошо, чтобы ты, Коля, об этом позаботился Нам два нужно А на всякий случай три, если я один запарю Так, вот сумка у нас Раз котлеты, два котлета Я чувствую себя каким-то криминалом, не знаю почему Ну все Близко к сердцу Все будет в порядке Здравствуйте, здравствуйте Да, так, Александр Давайте, вот у меня деньги с собой, если что Мы когда переоформим, я вам сразу все отдам Ну вообще после смотровой площадки Ну или после см... Давайте после смотровой площадки, да Все окей, да? Да, конечно Я не верю Вот вы посмотрите просто на эту машину, на меня и суммируете картинку У меня не получается суммировать, пока что Но я думаю, что скоро я с ним и приживусь Я не сидела в этой машине даже, понимаешь? Я просто его окинула взглядом Такая посмотрела Да ничего, я все вижу Я хочу ощутить полностью эмоции от него, когда я прыгну в него уже после оформления И дам просто газ-палас Вот я хочу вот такие эмоции ощущать А вот эти вот полумеры там посидеть, не посидеть в салоне, ну типа зачем? Я же все равно его буду перешивать Ну как бы, камон Ребят, мне сказали, что там снимать нельзя Поэтому увидимся здесь, когда эта малышка будет моей Держите за меня пальчики и кулачки Ну что, все инстанции пройдены Техосмотр пройден, ребят Так что сейчас я буду вручать Александру деньги за авто Такой щепотливый, очень щекотливый момент И, кстати, мы торговались до миллиона двадцати пяти тысяч рублей Цена еще ближе к миллиону, к этой полке Потому что, ну, потому что там есть какие-то моменты, которые меня не очень устроили Доставим котлеты Мне кажется, знаешь, сразу у меня включается какая-то такая чуйка на все, что происходит вокруг Александр, вот, держите, пересчитайте На всякий случай Так, здесь ровно миллион Сейчас еще двадцать пять, да Так, давайте Давайте пройдем, да Подержите А, не настоящие? Нет, это что? Что-то здесь должно быть, да? А, ну вот, смотри, смотри, вот она Пяти тысяч, наверное, здесь написано Просвечивается что-то Не, ну, это не банк приколов, ребят Все по-настоящему Все верну Так, и двадцать пять Ключ один Ключ один Так, вот второй Второй Я объяснял вам в прошлый раз, помните, да? Нет, я вам не говорил Вот второй ключ Что он сделал, но не подходит Да, чуть-чуть не подходит Там, может быть, доработать надо чип Это не родной его Это... Сделанный, где-то батарея Сделанный, там, заказ сделал Но делал в Ульяновске Поэтому они, чтобы там ошиблись Но он, короче, в принципе, его можно что, починить либо выбросить? Нет, его выбрасывать не надо И вот где в пункте делают, в которых делают ключи Доработать? Да, доработать просто Чип поставить Дейл еще? Да Окей Совершенно верно Хорошо Ну все, деньги переданы И прямо сейчас мы подписываем договор купи-продаж Получается, я законный обладатель Гелендвагена, ребят Еще полгода назад я не могла вообще произнести даже эту фразу Сейчас это все в реальности происходит Офигеть Я в шоке, я реально в шоке Ну что, ребята, значит, на самом деле, вот если сейчас мне нужно много дойти Начинается реальная история Совершенно другая Я научилась на своих ошибках прошлого Как делать нужно, как делать не нужно И эта машина, это уже не тестовая тачка на проект Настоящее, начинающее произведение искусства, которое я собираюсь довести до ума и до конца Я хочу вообще посмотреть, как он выглядит внутри Потому что, как вы помните, я ни разу в нем не сидела Я не смотрела, что у него там в салоне Я только, знаешь, там где-то подтеки и все Даже свои бусы оставила, господи Знаешь, я, знаешь, такое реально Еще с этими Ездить с четками буду Как на настоящем гелике Подожди, он тут на этом Нет, тихо, там сигнал Что? Нажимай на кнопку Только он открыт Подожди, а что? А как его закрыть? То есть вот так только? Нет, 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 у него это не работает А, может не тот? Подожди Дай этот попробую Во Наверное, вон А вот и первое приключение Подожди, подожди Стой Что-то не работает реально Вообще закрывается? Во Фью Ты не пугаешь так Вот, нормально, все, все То есть у него где-то здесь чип, да? А то есть если отойти вот так вот А еще дальше Еще дальше Еще дальше Так Открываем Ну что? У нас тут какой-то синий-желтый мотив такой интересный Залезаем Это просто Титаник по сравнению с моим пятой Я отошел, а ты выглядит плевым Да? Типа такая тачка, как в игру Ладно, че я это? Ломаюсь Давай его заведем Давай его заведем Ну, звук у него есть Конечно, не МКМН, но звук есть Ну, покажешь Бархатистый такой Только тебе отойти подальше надо Иначе она очень сильно воняет У нее прям бархат такой Еще раз Слушай, звучит, звучит Это прям хорошо Давай попробуем У него включается кондиционер Он чуть-чуть какой-то вылетел Я просто, знаешь, как будто откопала Какую-то Сокровищ Ну, сокровищницу откопала Что? А, это пыльца? А, это пыль просто Вот это тоже все пыль Короче, сразу на детейлинг ее, как и мою МКу Сразу на детейлинг Это что такое? Серьезно? А для чего это? Знаешь, для чего это? Кассеты Чурья Чурья? Да, вот Это, видишь, насадки две Ты кладешь кассету И убираешь типа хранение для кассет Нормальные люди Сначала смотрят тачку Потом ее покупают Ангелина Сначала покупает машину Отдает всю сумму Подписывает ДКП И только потом Она ее смотрит А где? Ты это видел? Там просто дырка И там тоже нету А что, музыка только для водителя? Есть и пассажир переднего А сзади как кататься, прости Капец А это что такое? Это чехол Это знаешь Это чехол для банана Какого банана, прости? С багажником все понятно Но главное Что я всегда хотела сделать Вы не представляете, как приятно Становиться владельцем Гелендвагена Особенно Когда ты заработал на него сам Мы обнаружили сейчас вот такую вот Накладку на руль Обычно ее там таксисты делают Чтобы он как-то ощущался получше Но мне очень интересно узнать Что скрывается внутри Офигеть! Здесь дерево Здесь реальное дерево Оно, правда, потрескавшееся все Но Подожди, стой Я знаю, что сделать Ангелина, ты не должна плакать Ты сама на это подписалась Нечего честно видать Ну вы поняли, да? Ну что, ребята Спустя три с половиной часа Я счастливый обладатель Гелендвагена Я ни разу еще не ездила на этом Гелендвагене Хочу заметить, что я в юбке с голыми ногами И мои голые ноги соприкасаются с этой сидушкой Сколько у тебя не ездила, я не знаю Не хочу знать А еще я на каблуках И педали здесь как в жигули Ну что, я считаю, что это прекрасный повод для контента Погнали! Я три раза в своей жизни каталась на Гелендвагене И все они были самого нового поколения Спортно, спорно, спорно Ой, ну точнее она тамазит Нам еще гелик едет, мне так страшно Еще один гелик едет У меня что-то так, сердце колотится Мне очень, мне очень плохо Мне прям, знаешь, жара такая У меня как будто все душит Как поворотники здесь включаются? А вот У меня руль, чтобы он ехал прямо Он стоит вот просто вот так вот диагноз Я чувствую, что если я буду ехать выше 80 км в час Я просто остановиться не смогу Только поэтому я не буду ехать быстро Потому что я сейчас нажимаю на тормоз Я нажимаю на тормоз Я нажимаю на тормоз Он не тормозит Вот я сейчас реально жму на тормоз Он затормозил тут, потому что мы едем наверх на горку Что с этой глыбой делать? Я не знаю У меня руль, посмотри, как я наклонен Я еду прямо Меня все прям зырят Просто меня, блин, пытаются уничтожить взглядом У нас даже патриотов гоняет, понимаешь? Ну что это такое? Подожди Это в пол? Да Да? Это в пол? Ахахаха Ахахаха Блин Ахахаха Ахахаха Да, да, да Жесть Просто жеесть Фух Мне жарко Давай откроем У нас, кстати, люк есть Самое странное Это то, что мы едем на тачке по ценнику Сопоставимому Вот с этой тачкой Новой просто Скорость 40 И сейчас мы топаем 40 Вообще нормально он в плане Нормально У меня даже Там какой-то, блин, поддув Там какой-то поддув в ногу идет И мне жарко ноге прям Так, давайте еще раз проверим мою теорию о том, что Он может нормально валить Сильнее Нет Это все, максимум Мы едем сотку Нет, он скидывает передачку Из-за этого он может ехать Раз Два Семьдесят, нормально Давай Все Он больше Он набирает 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 Сто Сто десять Да нет Он валит Он не может передачу скинуть Что-то с коробкой Он когда обороты подлетают Он очень хорошо тянет Но мне нравится Как он прям Он с двадцати едет пипец Я просто чувствую себя на таком-то коне, который просто встал на пипец Во всем нормально ездил Жесть Пять литров Двести девяносто шесть лошадей, ребят И мне очень жарко Мне дико жарко Так Мне кажется, уже надо ему дать отдохнуть У него как раз масло где-то уже Ой-ой-ой, да Больше девяносто точно Какая-то фигня Мы просто проехались Два раза тапку в пол дали на СВХ И он у нас пишет, что масло типа сто пятьдесят Сто пятьдесят То есть она вышла просто из шкалы куда-то вот погулять И я набралась сейчас владельцу Спросила, у вас было такое? Он сказал, что да, у меня такое было Когда я очень долго стояла в пробке Мне пришлось потом дать типа влево на обочину Постоять, подождать пока он отдохнет Успокоиться Скинет жар И потом я плавно поехала дальше А еще он мне сказал влить антифриза, который лежит в багажнике То есть мы реально только отъехали от пункта регистрации авто И у нас сразу же возникли какие-то, блин, проблемы Давай капалк дернем Думаешь, там вот так он быстрее остудится? Ну посмотрим, что там сейчас случается Там сейчас такое, все просто плывет такое Тут ты открываешь Давай Давай Дико горячо Блин, а тут такой жар, ой, сори А тут такой жар, что мне даже вот стоя здесь стало И что, мне так ездить на него постоянно? Просто, да, знаешь, это как кобыла, которая такая Я больше не могу Я такая, ну окей, вставай И мы, типа, дождем пока ты отдохнешь Ну что, что ты так классно выглядишь, ну ты такой беспомощный, а? У него бульер, они вращаются вообще Ты думаешь? Да Я не видел, что торта яettre Они должны сейчас вращаться Они должны охлаждаться То есть они просто как пропеллеры стоят? Типа ветряки таких Ветряк такой У! Короче у него не работает вот этот упор То есть его держать нужно? Ну то есть нужна щетка, которую можно будет поставить, чтобы он хотя бы держался Значит, надо махать его так, чтобы он остужался быстрее. О, стрелка ушла. Она ищет пока, ищет диапазон. 100, 140 где-то, ну, 130 масла пока. Да не может быть такого. Ну, такая, ну, плюс-минус. Пробуем еще раз. Опять тремор. Ищет, ищет отметку, ищет срезка. Но это уже не 120, конечно. Нет, вопрос, если он действительно показывает настоящую температуру, и мы проехали какое-то время на температуре выше 100, то есть большая вероятность положить мотор. Я никуда не поеду. Мне даже не хочется его никому показывать. Ни Диме, ни Никитосу, ни Артуру не хочу показывать. Девочку, может, тем более, они вообще не поймут моего выбора. Я как будто, не знаю, начала встречаться с парнем, который, знаешь, такой, типа, бандюган, и вся моя семья скоро отречется от меня. Не успели мы уехать, и кончился бенз. Вообще бак сухой абсолютно, и мне сейчас интересно, сколько будет стоить на него вот залить полный бак. Пойдемте проверим. Ну, я всегда заправляла, если гелик, то, ну, новый. На 5 тысяч, но там 100 бензин. Здесь сколько, думаешь? Здесь 95. Мне кажется, ну, тысячи три. 3,891, ну, минусим рублей 300. Короче, 3,500, полный бак на нем. Почти угадал. Сколько литров? 101,5. 101? 71,5. Извините, а плохо слышно просто. 71,5, хорошо. Я бак здоровый. Теперь я должна кормить не только себя, но и этого малыша. А ест он много. Я так заманалась. Х6, не лезь, пожалуйста. Я очень хочу уже вывести из него, чтобы он был чистым, помытым и хотя бы не вонял. Молодой человек, будьте очень аккуратны с этой машиной. Она коварна. Она не то, за что себя выдает. Как должен выглядеть гелик здорового человека? Вон Джекич стоит. И как должен выглядеть гелик курильщика? Ну, ничего, мы с него сделаем нормального пацана. Пока моется мой гелик, я хочу у вас познакомиться с друзьями нашего выпуска. Это Gadget Click. Вечная проблема, которую набило уже все московину, это найти нормальную технику по меняемой цене. И вот, у нас, как все выпуски, снимаются обычно на Сонику либо на другую аппаратуру, но мы хотим расти качеством съемки, поэтому я попросила моих друзей Gadget Click найти мне дрон. И вот он у меня в руках. Спустя ровно час, мы пока оформляли тачку, прошел час, и он оказался прямо у меня в руках. И тем более, он стоит очень меняемых денег. А еще его можно использовать без лицензии и какой-либо регистрации. Очень классно и удобно. Советую посетить вам их сайт, потому что они его доработали, и там теперь огромное количество позиций от iPhone 13 до iPad, MacBook Pro и всего самого нового, до как раз таки стабилизаторов и всяких дронов. Ссылочка будет в описании к этому видео, так что переходите на нее и тыкайте уверенно. А также, по секрету вам скажу, там AirPods'ы стоят не 20 и не 25 тысяч рублей, а всего демократических 14 тысяч рублей. И специально для моих подписчиков будет действовать скидка до 20% по этому промокоду. Не благодарись. Наконец-таки я его помыла, и этот мезозойский слой пыли ушел, и можно насладиться вдоволь его внешкой. Субтитры добавил DimaTorzok А сейчас мы подъезжаем к Диме Гордею и его команде, и я хочу посмотреть на их реакцию на эту тачку. Надо эффектно появиться, да? Майдоп. Мы издалека подумали, что это УАЗик. Короче, да, мы серьезно думали, что это УАЗик. Посмотри спереди. Я думаю, это правда. Смотрите, как глаза смотрят. Просто вот так. Глаз на вас, глаз на Кавказ. Ну, слушай, я решил, это, во-первых, не совсем Мерседес. Типа это вообще отдельная обособранная тачка. Это УАЗик, да. И я посчитала, что такая девушка должна эффектно на нем смотреться. И мы проверили. Она реально, ну, я очень эффектно на нем смотрюсь. Я не ожидала такой реакции. Не клянусь, просто когда ты ехала, я подумала, что это УАЗик. Ну, в натуре это пранк. Ты, конечно, купил УАЗик, нинговал его в гелик каким-то образом. О, смотри, трубы, трубы как. Это, между прочим, Брабус, настоящий, натуральный. Ну-ка за ней. Сейчас что-нибудь вылиться-то, наверное. Стань прямо вот сюда, ладно? Давай, я, ну, не хочу спачкать. Нормально. Блин, неплохо. Ну, да. Так, ну, я хочу, чтобы вы посмотрели, в салон. Ребята, дождите, надо вас подготовить к этому. Вы готовы? Морально? Помолиться нужно или что? Смотрите вот сюда. Ой, ё-то. У него, короче, был открыт люк всю зиму, и туда затекла какая-то жидкость реагентов. Теперь это плесень, да? Ну, типа, плесень наших реагентов на замшевую кожу обнаживать. Я одно могу сказать. Я еще никогда не видел, чтобы так дико не смотрелась сумка Луи Вью Тон в гелике. Обычно это всегда максимально логично выглядит, в этом случае вообще нелогично. Сидение еще в окне. Да нет, ну, они, типа, они очень родные. Утроцешки сиденья. И вот на карте двери, посмотрите, они сочетаются окей с моими глазами, но больше не стил. А, зати снова синие. Я могу сказать, поскольку я бы его оценил. Сколько? Ну, 350? 350 минус, да. Тысяча евро? Я более рублей в этом моменте, я думаю, что где-то 850-900, я мало торговала, походу. Не, но объективно у меня знакомый продавал именно 55-й, такой же, какой код, 98-м, да? Вот у меня тоже продавал 92-х тысячного года, 55-й он отдал за миллион 300, но там был 55-й. Киски нормальные, правильные, резина зимняя, уже хорошо как бы. Выхлоп, брабус. Выхлоп ничегошно, да. Ну, как бы он поддоржавевший, но все, он лучше. Коврики, массажеры. Нет, лучше их не поднимать, потому что там мы, короче, рябок. А по окрасу что тут зачем? Вроднее и вроднее? Что? По окрасу что тут? Ну, окрас, я не знаю, крашен, конечно, весь. Братан, 80V90. Ты вообще видел такое? А мы, кстати, даже не смотрели, что там прячется в этом. А если там залито это масло, то салончик просто оцените. Блин, он настолько круто выглядит снаружи, но настолько как-то скромно внутри. Так, стоп, он круто выглядит снаружи. Нет, ну как мы сейчас так сделали, вот дизайн снаружи, что он до сих пор остался такой, по сути, а внутри? Он остался таким. 25 лет назад это было круто. Ты мне кидался прям жрю. Двух нормальных, кстати. Сейчас он просто ляжет, не надо над ним так издеваться. О, люк работает. Что бы вы сделали? Я бы как минимум перешел бы салон. Руль? Я бы как минимум, не пожалел бы, воткнул бы сюда торпеду от 11-го года. Я думаю, нам нужно в тачку на прокачку взять гелик. Я бы забрал, да. Ну что, правда? Ну вот я прокачаю. У какого-то подписчика. Слушай, я подписываю. Но не у тебя. Ты сама справишься. Ты сама справишься, мы в тебя верим. На сколько вложение? Вот если тачка стоит 1.25 млн, я ее купила за 1.25 млн. А сколько в нее нужно будет вложить, чтобы она была нормальной? Если без бартера, то... Да нет, больше. Нет, нет. 500 можно вложить. Ну можно, но это будет не очень. 200 покраска? 200 покраска, 200 перешив. Давай так, тут все. Если делать или чисто, вот как проект? Ну, блин, если без бартера... Нет, вот именно без бартера, чисто для себя или чисто как проект? Ну, перешив полностью потолка, пол, сидушки, дверные карты, торпеды, будет 200 кастать минимум. Да, во-первых, там люди делают в гарде обычно, там, ну, обычные люди не делают. Все, ну, БГТ, сколько БГТ будет стоить сделать? Без бартера. Слушай, я не знаю. Ну, дорого, 200 ка точно будет. Ну, 200 ка, но... Салон минимум будет 400. Перешить руль и сидухи, и карты дверей, ну, этого будет достаточно, чтобы... А торпеду? Потолок. Торпеду поменять нужно. На 11 год, да. А, кстати, можно... На 11 год меняешь торпеду, и все, у тебя автоматически тачка 90-го года. А вариант поставить 20-го года? Да. Да, да, делают. Блин, что? 20-го года с огромным монитором, монитором, монитором? Да, 20-го года. А все в морду, в морду все поставить 20-го года. Ну да, но только она будет стоить дорого вся торпеда. Ну да, в этом упрется где-то в 5-5 ка вин точно. Это если полностью переодеть ботану. Тогда сразу отметаем этот вариант. Вот я его купила за 1-0-25 ка. Я его сейчас остановилась. Сколько вы можете будет продать? 1-0-25 ка. Через год. Не, ну серьезно, типа. Посмотреть какой-нибудь демант с торгашами, блин. Не, тачка не ликвидная, тачка просто. Да не, ну... В смысле не ликвидная? Гелика-то самая ликвидная, она не вкладывается в семье. Ну не 98-го года. Смотря сколько ты будешь вкладывать. Если где-то 1600, то продать можно будет, наверное, за 1-300-400 точно. Ну то есть, чтобы ты понимала, то, что ты хочешь заработать, не получится. Ну да, заработать. Короче, делаем на все бабки и не смотрим на них. Да, я бы на твоем месте просто помыл и продал бы. Окей, ребят. Вызов продать гелик дороже принят. А сейчас я приехала к Артуру в ZR Performance, и мы посмотрим, в каком техническом состоянии тачка на самом деле. Стой, 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 стой. Подожди. Ну что, ты ожидал это увидеть? Привет. Видишь, вот эти дверные карты. Вишенка на том, что ты смотришь на верх. Девяностыми пахнет. Честно сказать, если хотите почувствовать, как в девяностых. Вот так же. Еще мне кажется, что в этой машине точно васили люди. Я боюсь багажник открывать. Тут нету скелета с девяностых, случайно. Да нет, я все убрала. А что две такая тяжелая? А запаска столько весит? Она у тебя не весит столько? Ну это, короче, это очень сложный пациент. Нету запаски, я, по-моему. А на этом реально запаски нет? Подожди. Лучше не открывать, тебе кажется, что-то чревато тем, что мы не закроем потом. Нету запаски. Нас обманули. Ну что? Просто муляж такой, да? Да. Ну, видео вам доломал. Сейчас, погоди. Зерф перформанс почти. Да, точно не вывалится? А, тут ключик нужен, подождите, я нашел. Ты кол, видишь, вот эту штуку? Что это? А, может, я не скажу, что-то для этой штуки был ключ, который там впереди, кстати. Да, да. Уси. Ой-ой-ой. Слушай, я не знаю. Я тут машину сломал. Вот, это для чего? Мы гадали, что это за огромный такой гвоздь, ты не знаешь? Я боюсь спрашивать, зачем он нужен. Нет, не для этого. Да, я не знаю. Еще и вода. Артур, спасибо, что еще раз расстроил меня, что эта машина совершенно не то, что я жил. Смотри-ка, сколько грязи здесь. Ой, не надо, не надо трогать, не надо. Она теперь просто... Артур пришел, Веня Витевич, и пришел. Я его увидел, победил, называется. Когда вы его в чувство приведете, что это будет разрыв просто. Ну, это мне очень нравится, короче, мы сейчас были в Москва-Сити, и все просто глаза клали на него, просто все. Даже девочка проехала, и такая, подмигнула Коля такая, это твой гелик, это было очень смешно. Он намного брутальнее, чем новые гелики. А тебе нравится такой кузов? Ну, он такой прям, вот на таких, вот на таких гельках, как раз, мне кажется, ездили в 90-е в малиновом пиджаке. Ну, надо посмотреть двигатель, коробку, как вся там вообще. А можно посмотреть, ну, так, каким взглядом его, у вас же есть этот подъемник? Да, 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 мы сейчас заедем. Еще и сюда прикрутить кобуру, поставить тебе пневматический пистолет. Мне только, знаешь, какой, мыльный можно поставить. Да, что ты розовый, такая достала, поморосила по нас, висите. Поморосила. Ну, что, заезжаем? Ха, смотрите, это гелик за миллион рублей. То есть, это максимально неординарно. Но хочу, вот я просто проездила на нем полдня. Во-первых, я дико устала, но это все, вот это чувство усталости компенсируется тем, что ты видишь, как люди на него смотрят, они смотрят на него с ложделением, они прям хотят увидеть, кто же едет за рулем этой тачки. А едет точно кто-то очень сексуальный. Либо я, либо Коля. Да, да, чувак, мы знаем, у тебя громкий выхлоп. Хочешь, покажу свой? Такая распорка, она в зилер выдается, да? Моя машина такая распорка. Ты просто плеваешь ему грязью. Все, я удаляюсь отсюда. Течет клапанная крышка, ну, крышка заливная, она от высоких температур высыхает. Ну, естественно, начинают пропуски масла. Можно ее заменить, а, в принципе, основная, ну, не так уж. В плачевном состоянии уже установили причину, почему она греется. Вот эта механическая муфта, вот, она должна вращаться, получается, она свободно должна вращаться, я его, ну, вообще не могу, ну, покутить. В общем, здесь давление в системе тоже, она не держит, из-за бачка, за то, что есть утечка антифиза. Когда давление не держит, в системе циркуляция тоже не проходит двигателя. Радиаторы, охлаждения грязные, их тоже на мойку. Ну, радиаторы, скорее всего, грязные, да. Да, их тоже на мойку, и кондиционерный радиатор, и основной радиатор. И чтобы их хорошо, ну, хороший эффект был, нужно их снять, разделить все и помыть хорошенько. А что мне хочется сделать? Обойди фломастером просто вот так, чтобы все закрыто. А это что такое? Это бензобак. Ах, бензобак здесь. Эй, давайте газу установим. И чисто, когда тебе будут говорить, газу дай. Ты реально будешь давать газу? Не, ну, суть того, что это не первый гейдик. Полмакочка длина, ты макочка длина, ты макочка длина, ты макочка длина, ты макочка длина. Просто Артур меня заш посещает, а все там эти инсайды, инсайд информацию Махачкалы. Махачкала today. Масло течет, ну, ты там все вижу. А, все вижу, да, все в масле там. Адона, кладки. Моу, выхлобра, брусс оригинального. Что, реально? Да. Радиатор очень грязный, да? Да, и капуска шлаги. А, это масло от отложения к коротке. Ммм. Это лишнее, забери с собой. Тут просто два это, а тут нет ее. Так несправедливо вот стоим, сануле. А что за арматурой, ты говорил, там приклеены где-то? Это нормально, вон, видишь? Ну, это, да, как бы усиление для армата. Это что, это шутка такая? Или это реально так делают? Да, ну, люди делают это, но они просто использовали арматуру в этом мире. В принципе, машина для Москвы, она очень хорошо сошла. Да. Да, да, да. А, ну вот что-то масло течет здесь уже. Обувь, кстати, толстую надевай, с подошкой толстой. Нет, нет, калоши. Днища с дыркой. Что? И вдруг провалится. Ты что, серьезно, что ли? Чтоб ты тормозила ногой, если что. Кабина проникла. Вон, видишь? Блин, стой, подожди, не надо, не надо, не надо. Это полностью у тебя, прям в салон можно отсюда зайти. Кавролин. КАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА